Всем привет! Смотрите как сделать Windows 11 похожий на macOS. Как полностью изменить внешний вид Windows 11 с помощью тем и набора инструментов для настройки системы. Установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Пользователи Windows всегда любили кастомизировать операционную систему под себя и всячески менять внешний вид стандартных элементов интерфейса. Особой популярностью пользуются темы оформления, которые одним махом превращают в Windows, Linux, macOS или любую другую операционную систему. Далее в видео я покажу как с помощью нескольких утилит и набора тем можно изменить вид Windows 11, сделав ее как macOS. Все используемые материалы полностью бесплатные и доступные в общем доступе. Ссылки будут в описании под видео. Итак, прежде чем приступать к настройке, нужно создать точку восстановления, чтобы в случае неправильной настройки или если результат не понравится, вернуть все как было. Для этого откройте параметры, система, о системе, защита системы, выделите системный диск и нажмите настрой. В открывшемся окне включите защиту системы и выделите дисковое пространство по точку восстановления. Затем в предыдущем окне нажмите создать, укажите имя, создать. Дождитесь окончания процесса. Точка восстановления создана. После скрываем иконки рабочего стола и жмем правой кнопкой мыши, вид. Снимаем отметку напротив, отображать значки рабочего стола. Далее скачиваем утилиту SecureUXTM. Ее исходный код представлен на сайте GitHub. SecureUXTM это программа, которая удаляет проверку подписи стиля из Windows. Скачиваем по ссылке этот файл. Переходим к его расположению. И копируем файл программы в корень системного диска. Далее запускаем его от имени администратора. И соглашаемся с лицензией. В окне установщика отмечаем следующие пункты Hook System Settings и Hook Logon. И жмем Install. И затем Да для перезагрузки. Далее скачиваем темы macOS для Windows по такой ссылке. Найти темы можно на сайте DeviArt. Для скачивания нужно зарегистрироваться на данном ресурсе. Переходим в папку загрузок и извлекаем файлы с архива. Правой кнопкой мыши по архиву. Показать дополнительные параметры. 7-Zip. Распаковать здесь. Открываем новое окно для системного диска. И переходим по такому пути. Затем копируем скачанные темы в эту папку. Далее переходим на диск C и запускаем от имени администратора утилиту ThemeTool. После нужно будет пропатчить только что добавленные темы. В открывшемся окне выделяем их и жмем Патч. И по завершении пробуем применить одну из тем. К примеру, Lit3 или Bip3D. Как видите, после применения кнопки окон стали таким же, как в macOS. Продолжаем настройку. Скачиваем следующий zip файл по представленной ссылке. В данном zip архиве находится сборник утилит и графических компонентов для дальнейшей настройки. Это сделано для удобства, чтобы не искать их по отдельности. Если потребуется, я оставлю прямые ссылки на ресурсы в описании под видео. Извлекаем содержимое архива в эту же папку. Для начала установим иконки macOS. Для этого открываем первую папку и запускаем от имени администратора файл в 7.stp.gui. Сперва установим иконки для светлой темы. Жмем здесь adda custom pack и указываем путь к этому файлу. Открыть. И да, для подтверждения. Затем старт патчинг. Да. Ждем окончания установки и соглашаемся на перезагрузку. После загрузки системы вы увидите окошко с уведомлением, что система пропатчена. Жмем ок. Открыв проводник, видим, что все иконки изменились. Далее нужно загрузить утилиту StartLB. Данная программа возвращает Windows 11 классическое стартовое меню пуск в стиле Windows 7. Загружаем и устанавливаем утилиту. На данном этапе установки выбираем установить для меня. В открывшемся окне установите следующие настройки. Отметьте первый пункт. Затем перейдите в раздел Проводник и выберите из списка следующий параметр. Строка инструментов Windows 7. Снимите отметки напротив этих пунктов. Затем откройте раздел Дополнительно и настройте прозрачность. А после закройте утилиту. Далее нужно перенести панель задач вверх экрана. Открепляем ее и перетаскиваем вверх. Зажав левую кнопку мыши. Кликните правой кнопкой мыши по панели и откройте свойства. Здесь измените размер значков на S. Далее нужно установить утилиту LeftSider. LeftSider простая утилита для перемещения активных кнопок в заголовке окна на правую сторону проводника. Переходим в папке загрузок и открываем ранее распакованный каталог. Копируем данную папку с утилитой в корень системного диска. Открываем папку и отправляем верлет программы на рабочий стол. Затем жмем правой кнопкой мыши по меню Пуск и запускаем окно Выполнить. Пишем следующую команду и жмем ОК. Переносим ярлык программы с рабочего стола в открывшуюся папку и скрываем значки. Переходим в папку с программой и запускаем ее. После запуска кнопки в заголовке окна будут отображаться с левой стороны. Следующая настройка заключается в изменении курсоров. Установим курсоры операционной системы macOS. Переходим в каталог с файлами из zip-архива и открываем папку с курсорами. Жмем правой кнопкой мыши по файлу Install Inf и выбираем Установить. Затем кликаем правой кнопкой мыши по рабочему столу. Открываем Персонализация, Темы, Курсор мыши. Здесь из выпадающего списка выбираем последний установленный. Применить. А затем Да и ОК. Курсор изменен. Переходим к следующей папке с иконками. Копируем эту папку в корень системного диска. Затем нужно будет скачать программку MyDogFinder. Это комплексное решение от китайских разработчиков, которое маскирует большинство элементов рабочего стола Windows и добавляет недостающие модули из macOS. Исходный код программы доступен на GitHub. Распаковываем и переносим ее в корень диска C. Затем переходим в каталог MyDog. И копируем ее в корень нашего системного диска. Переходим в данную папку, которая находится на диске C. И запускаем файл MyDog.exe. Если при запуске появилась ошибка, нужно установить Microsoft Visual C Plus из этой папки. А затем запустить MyDog повторно. Установим светлую тему. Жмем правой кнопкой мыши по панели. Открываем Preferences. Выбираем из списка Lite. Затем переходим к дополнительным настройкам Advanced. Листаем вниз. И здесь из выпадающего списка выбираем MacDog. ОК. Еще раз ОК. Снова открываем настройки. И устанавливаем отметку Auto Start. Затем в Advanced следующую отметку. В разделе Monitor можно добавить в строку меню системные индикаторы. Вывести индикатор загруженности процессора, оперативной памяти, видеоадаптера и свободное место на накопителе. Также есть много других настроек, которые можно изменить под себя. После перезагрузки рабочий стол вашего компьютера с Windows будет иметь вид как Mac OS. Один из минусов это то, что в лаунчпад иконки нужно добавлять вручную. Чтобы удалить или добавить иконку в лаунчпад, кликните по значку правой кнопкой мыши ADD-икон. Перетащите иконку в это окно и нажмите ОК. Для удаления кликните правой кнопкой мыши по иконке и нажмите Удалить. Вы можете перемещать папки и ярлыки программы на панели задач. Далее, для еще более точного преображения установим виджет часов на главном экране. Для этого воспользуемся виджетом RainMatter и скинув с часами для него. Скачайте и установите виджет. Добавляем наш eman큼. Достаточно. Звучит diagn Beweg tą и ее готовим виджетом кирпичем достаточно Universal в CDO. Продолжение следует... Вкладываем джетом. Добавляем ее на англаве из dran-кnte. Скин часов для данного виджета Blush из сайта DeviArt. Запускаем установку виджета, снимаем отметку напротив Apply, а затем жмем Install. Перетащите папку на AirLag, чтобы скопировать по нужному пути или перейдите по такому пути и скопируйте сюда этот каталог. Запускаем RainMatter, открываем платку Layouts, жмем здесь Refresh All, отмечаем macOS и жмем Load. После часы появятся на главном экране, вы можете менять расположение виджета и размер прокрутив колесико мышки. Еще в каталоге zip-архива лежат обои macOS, вы сможете установить их фоном рабочего стола, правой кнопкой мыши «Сделать фоном рабочего стола». Данная настройка позволяет использовать меню Apple и Windows одновременно. Кликнув левой или правой кнопкой мыши, в этом месте вы сможете открыть меню Apple или Windows. Левой кнопкой Apple, в правой Windows. Для отмены настроек оформления внешнего вида системы просто загрузите точку восстановления. Для этого откройте папку «Пуск», «Параметры», «Система», «О системе», «Защита системы», «Восстановить». Затем нажмите «Далее», выберите из списка точку восстановления, «Далее», «Готово» и «Да» для запуска восстановления системы. Начнется подготовка и выполнение восстановления файлов и параметров Windows. И после перезагрузки ваш ПК вернется к прежнему состоянию. Если некоторые настройки не изменились, удалите все папки, которые были скопированы в процессе настройки и установленные программы. Для изменения значков откройте папку из скачанного ранее архива и запустите CMS TP GUI. Нажмите здесь «Restore», «OK» и «Yes». По окончанию иконки изменятся. Для отмены изменения внешнего вида операционной системы Windows без отката системы сделайте следующее. Кликните правой кнопкой мыши по панели «Preferences», снимите отметку напротив автоматического старта при запуске, затем завершите работу утилиты MyDoc. Меняем размер панели задач и переносим ее вниз. Переходим к удалению программ. Ищем в списке StartleBack и удаляем ее. Затем RainMatter. Теперь меняем значки папок. Для этого запускаем утилиту CMS TP. В открывшемся окне жмем Restore. ОК. Теперь загружаем систему и удаляем LeftSider. Открываем окно «Выполнить», выполняем команду и удаляем ярлык программы. Далее запускаем TeamTool. Отмечаем HookSystemSettings и HookLogon и жмем «Удалить». Удаляем программу с диска, перезагружаем ПК и удаляем все оставшиеся папки на диске C, которые были скопированы в процессе настройки и удаляем папку из загрузок. Переходим по следующему пути и удаляем темы macOS из этой папки. Как видите внешний вид системы после настройки в точности напоминает macOS. Если вы большую часть времени работаете в macOS и периодически приходится использоваться Windows можете смело устанавливать MacDogFinder и другие инструменты, чтобы быстрее адаптироваться в данной операционной системе. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.